всем привет добро пожаловать в аленка блог сегодня мы поговорим с вами о духах о духах у меня очень много пробников собралось с поездки и вообще ну как много достаточное количество и я хотела с вами их понюхать и обсудить что же это такое тут происходит вообще с чем их едят разные бренды ну давайте начнем вот наверно с этого бренда у меня спрашивали про него это бренд матье премьер вот у меня три их пробника и по памяти могу примерно сказать еще какие-то пробники которые я пробовала пробники которые ароматы которые я пробовала в магазине ну давайте начнем с самого такого от матье премьер топового скажем так аромата radical rose аромат розе аромат про розу давайте я буду его шикать прям коробку я его пробовала я его нюхала я разочарована но не то что я разочарована он прекрасный он красивый пачули роза такой может чуть-чуть ладана такая темная история очень похожая на портрет of the lady вообще один в один портрет леди фредерик маль вот для меня вот я прям разницы абсолютно никакой не нашла может быть там какие-то грани микродозы но я не настолько профессионалов чтобы вот прям как-то это различать для меня это абсолютно две одинаковых истории то есть если у вас есть портрет вам radical rose вообще не понадобится если у вас нет портрета попробуйте radical rose она вам понравится если вы не пробовали по средствам понравится если вы пробовали портрет он вам не нравится это розы вам скорее всего тоже не понравится история такая вполне себе понятная уже многим избитая даже вот это вот роза в пачулях вот это вот все для меня это ничего нового это все было и ну вот как-то я но меня не очаровала этот аромат не очаровала эта роза вообще бренд очень такой классный но мне кажется вот вышел бы он чуть пораньше вот чуть пораньше годик назад не годик нет но для меня наверное наверное да вот два назад если бы я вот это все понюхала мне бы наверное это безумно понравилось но вот сейчас как-то вот уже что-то не то radical rose так потом следующий аромат фалкон леда фалкон леда аромат кожаный аромат очень такой насыщенный красивый красивая кожа но ребят я может быть какая-то вот знаете неприятная снобка но это все было вот это реально кожа том форда это конечно тосканская кожа но это вот еще кожа это уже было это красивая кожа такая с древесным потоном такая вот прям ну роскошная дорогая дорогая кожа такая чуть-чуть с табачком с дымком такая вот прокопченая чуть-чуть кожа понимаете вот опять повторюсь услышь я это почувствовав на на попробовав года два назад может даже три если это мы говорим про вот эту подкрепленную кожу наверное да мне бы это понравилось но вот сейчас как-то почему-то нет вам не обязательно равняться на мое мнение и как-то слепо ему доверять исследовать просто сходите сами попробуйте может быть вам понравится я не исключаю потому что аромат действительно очень красивый копченый такой стильный ну вот видимо совершенно не моя история следующий аромат тимофей сказал мне как это читается но я забыла эсэнс с web надеюсь правильно читала с с web выберли неправильно всегда найдется кто-то кто поправит среди зрителей так эсэнс в а это такая вот прям знаете ну такой красивый по моему ладанный аромат такой церковный красивый есть там ладан или нет там ладана или это какой-то такой вот разнотраве давайте посмотрим у нас всегда есть сайт про грантики и таких дурочек как я ну чтобы вас уже не обманывать да но для меня по ощущениям тут ладан может быть я ошибаюсь и сенс в сенс в сенс в что вы нам даете с чем его едят этот аромат давайте посмотрим так что уж наверняка знаете он красивый он красивый но тоже на что-то похоже у меня вот снимут абсолютно что-то похоже амбра деревяшки до ладан есть вот у меня вот он прям очень ладанный вот прям знаете пахнет ладаном когда-то у меня был давно аромат пентхалегон с ладаном ничего нам не дают на что это по а ну дают на что это похоже не я не знаю красиво но тоже вот мне кажется что то такое уже было из вот из этих всех которые я вот сейчас вам показала это пока самый такой красивый но это мне кажется я знаете соскучилась уже по ладану по ладану я соскучилась может быть стоит себе заиметь какой-то аромат с ладаном а если мы говорим про другие ароматы бренда которые я там попробовала а мой друг купил себе fleur d'orange fleur d'orange он у них называется не роли не роли не роли оранж а очень красивый и очень бело цветочное очень солнечно веселый вот такой вот fleur d'orange который я люблю у меня они есть наличие наличие у меня есть много fleur d'orange но мне как бы не нужны не роли пока вот для друга вот кому-то в подарок это очень дельный аромат это очень классно сделано не самый стойкий в мире но слушайте что мы хотим не роли и они такие у нас летучие потом french flower french flower для меня это такая вот знаете немножко похожая сестричка маленькая совсем последняя последняя такая крошечная сестричка фрака фрака вот очень похожи на фрака те же белые цветы даже такая вот сливочная какая-то тубероза если вы любите такое направление то конечно же попробуйте french flower очень красиво другие ароматы как-то я не пробовала не могу сразу пробовать много разных вот-вот не пробовал что тут у них есть не пробовала остальные но вот если мы говорим да про тот который я у них обожаю ароматы которые я себе взяла сразу это parisian mask parisian mask и опять эти многие сравнивают его сантал 33 для меня это вообще две разных истории потому что сантал 33 я не особенно люблю если бы он был бы для меня очень сильно на него похож я бы его бы не купила под никогда для меня это сантал в таком инжирном молоке вымоченный а в базе он дает очень красивое такое знаете сливочное послевкусие вот как какой-то вот один день я подумала про это вспомнила ну прямо знаете такая ассоциация с детства мороженое в вафельном стаканчике или мороженое пломбир брикете двумя вафлями и как вафли я обычно не ела мне не нравится но они вот так размокали они вот так пахли они пахли вот этим вот мороженым сливочным и вот послевкусие вот после база даже вот уже после базы уже на следующий день он очень стойкий к слову да вот он пахнет вот этими вот размоченными вафлями в сливочном мороженом это очень вкусно это очень красиво знаю я не люблю это слово вкусно но вот вот тут вот вот это вот есть что-то такое красивый аромат такой вы знаете спокойный умиротворенный какой-то вот мой я его очень люблю так вот у меня уже столько израсходовано безумный 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 безумной красоты творения так следующие ароматы про которые я хотела рассказать по-моему мне где где-то в италии дали это это aqua del elba это у них очень популярный такой бренд у них и ароматы и гель для душ и какие-то палочки вот эти вот ароматизаторы для дома свечи по моему что такое в общем там целыми линейками все это стоит и у меня здесь именно вот такая морская тема вот судя по всему да вот это вот синяя такая тема не самое мое любимое направление акватика здесь два одинаковых аромата и один и один другой первый аромат просто классический лесенца del mare морская видимо эссенция море короче море море вот так вот все это выглядит тут сразу нас отсылка к ватике к море чему-то такому солененькому давайте тоже я нанесу сюда ну понятно цитрусы и акватика не мое направление вообще то есть я в нем особо не разбираюсь я в нем плаваю я не знаю в чем тут разбираться холодная такая холодный морской бриз соленая вода нету тут нам не крема для загара ничего очень такой скучный скучный наверное вас кто-то прям мега жаркий день куда-то там пойти пшикнул и не забыл что-то он такой навязчивый это вот типа ну это навязчиво не знаю мне не очень нравится мне очень нравится это вот классика 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 очень цитрусов очень как-то скучновато так а вторая классика donna вот классика donna это разница особо нет донна донна у нас не пшикается а вот пошла ну donna уже помягче donna помягче в дону добавили какие-то цитрусовые ноты такие знаете другие типа грейпфрута типа добавили цветы какие-то как гиацинты может быть или какая-то ландышевая нота чуть-чуть есть но все равно это та же акватика но больше клон в какую-то цветочность пошел это уже лучше и это бы даже бы можно было бы наверное попробовать уже так серьезно очень приятно очень так освежающие но ничего нового как бы ну ничего такого вот прям чего-то сверхъестественного в этом нету я хочу посмотреть просто какое-то это еда парфан еда парфан просто вот если это еда парфан это вот так пахнет и это будет стойко то у меня лично от этого заболит голова сто процентов такая ну насколько мне известно у этого бренда огромная линейка то есть это вот мне дали aqua aqua della elba а может быть там у них есть какие-то и другие aqua какие-то более заманчивые более интересны так следующий бренд у нас будет juice box вот такие у меня тут тестеры 1 2 3 4 5 5 тестеров juice box там такой бренд он его сделали именно для ориентируясь вдохновением для создания ароматов случилось послужила музыка и разные 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 ароматы как бы символизирует собой разные музыкальные направления тут джаз по-моему есть есть музыка emmy one house есть майкл джексон в общем совершенно разные я расскажу вам свои ассоциации расскажу что я помню потому что я их тестировала в египте и ну мне я помню не понравилось совершенно потому что все эти ароматы очень красивые в начале но буквально там через час они уходят в такой дикий мускус который невозможно вынести но это вот моя видимо химия кожи мое восприятие то есть какие-то мускусы я ношу с удовольствием но не в этом случае так давайте первый аромат от juice box это такой розовый аромат который называется вот я закрыла сирен and sailors сирены сирены и моряки по моему вот он как раз посвящен emmy wine house вот такая вот розовая розовый флакон и давайте мы его нанесем и я вспомню про своих ощущения от него он очень алкогольный сразу прям знаете он такой такой как хороший такой шот чего-то такого сладко ликер на крепкого может быть здесь есть вишня может быть здесь есть тут определенно есть какой-то алкоголь и тут кстати у нас написано я вот так это говорю такая важная тут на писту пич османтус рам ну ром абсолютно виски аккорд и мускус ванила где-то там базе но это как бы это все не важно вот то что я чувствую вот я вам говорю очень алкогольный чуть-чуть сладкий немножко да тут есть ванили но в основном это вот прям такой сильный не сильно как стронг крепкий крепкие напитки такой дубовый стол на котором вы прямо разлили вот эти вот напитки конкретно повеселились было шумная вечеринка а помню я его на из носила очень он сложный в носке он очень навязчивый мне показался мне кажется если бы туда бы добавили охапку роз таких ароматных они бы как бы сгладили немножко это всю тему ну не знаю для меня эми вайнхаус все-таки это немножечко другая история ну вот это мое мнение я не призываю никого как-то обижаться на меня если вы вдруг любите этот аромат а я просто высказываю то что я вот как бы чувствую то что как мне это все понравилось или нет так следующий аромат называется night flow night flow я уже не помню кого кому он посвящен night flow это все можно загуглить да и тут не написано у нас кому он посвящен night flow ну какие то тут может быть рэп может быть рэповым музыки или какой-то беда то что тут на сзади у нас такие как цепи такие денежные знаки не знаю как это относится к этому опять у нас давайте я нанесу нанесу я не пробую я не помню пробовала я его на коже или нет он он всем другой он сафрон он какой-то кожаный как будто бы он как будто бы кожаный он как будто табачный прокуренный специевый очень я бы такое не носила но он мне чем-то напомнил монин чес от бильгельм парфюм бильгельм парфюмери по моему так они называются от эти желтые вот у них единственный классный аромат монин чес остальное все можно моё мнение вот он мне напомнил если он на коже будет также раскрываться это будет прикольно надо его поносить вот с бумажки мне пахнет мой монин чес монин чес я очень люблю это вот такая такой красивый очень табак очень красивая кожа и какие-то вы знаете цветы типа бессмертника вот этот вид именно горькие цветы вы что-то в этом есть так давайте мы посмотрим что они тут пишут розбери аккорд розовый перец шафран жасмин абсолют османтус абсолют серая амбра пачули леда леда есть все таки ну вот для меня тут я не чувствую вообще пачули я чувствую его вот прям очень-очень таким добротным кожаным ароматом до night flow молодцы олечка такая оценила вы не воспринимаете сто процентов серьезно мои вот эти вот все оценки это все так игра green bubble green bubble по моему у нас посвящен музыке регги насколько я помню так давайте мы да тут вот эти вот листочки морих марихуаны я его носила он очень веселый был мне он очень понравился такой дерзкий в начале давайте мы распылим да он очень дерзкий он реально пахнет в начале травой как она называется конопля наверное конопля что там лучше то такое да скажем а вот веселенький он веселый что там дальше я не понимаю как будто вы знаете вот это вот трава и опять вот уходит в какой-то мускус но тут еще трава перетертая с какими-то такими телесными нотами типа мускус такой телесный немножко как будто потный аромат интересно неплохо но я не знаю кто это будет носить ну тоже табак присутствует давайте посмотрим что они пишут они пишут грейпфрут этот дерево шафран мед пачули sandalwood и амбра вот для меня это такая вот прокуренная прокуренный и прокуренная певица регги или певец ну интересно я помню я его носила и мне не очень понравилось может быть его стоит носить более в таком прохладном климате как бы может быть это будет здорово а вот этот пробник видите я выше даже не открывал прошу прощения у меня закончилась память подстирала там что-то вот пишу дальше так аромат suit of light я вот уже нанесла его очень такой холодный очень тоже почему-то акватически мне показался кислый цветочный печальный немножко фиалковый знаете вот если фиалки с совместить с какими-то такими цитрусами ледяными лучше какой-то такой дребезжащий дребезжащий аромат я не знаю кому он посвящен мне нравится вот мне нравится он вот из всех что было мне он пока больше всего понравился что тут они нам пишут про мандарин вот я люблю мандарины фиалка видите orange flower jasmine но всегда меня на белые цветы конечно видео sandalwood и маска ну надо его попробовать на коже как он раскроется пока очень красиво вот бумажки очень красиво но немножко дребезжит надо попробовать на коже на коже он конечно сядет совершенно по-другому и следующий аромат чеки смайл чеки смайл я не знаю кому он посвящен ага вот он такой видите флуоресцентный яркий может быть это какой-то какой-то рельф что-то такое музыка ну тут вот и со я уже простите я потому что наношу и вот уже подглядела из а тут амбракса но и но это все будет сейчас кошмар кошиман амба ну слушайте и со и амбракса я уже все ну конечно же с бумажки моего девочки не понюхаем это нужно наносить на кожу ну здравствуйте молекулы здравствуйте все 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 вот эти но ты парфюм и так далее ну мне кажется в любом бренде в линейке должны быть такие ароматы потому что они конечно задают тренд они как бы до сих пор популярны и многие люди их любят война до 13 вот лила бы там но ты парфюму дедка загад ну и вот тут вот теперь у нас божь какой называется чеки смайл чеки смайл чеки смайл на каждом раскроется по-разному и так далее ну такая тема вы меня поняли так и еще у меня есть один пробник это аромат от трюдон двойка вот такой вот аромат римская двойка я трюдон очень люблю очень уважаю обожаю свечи баснословно дорогие на мой взгляд но иногда можно себя побаловать и вот реально дает ощущение что вы в каком-то замке в дивном зим дивном дворце в замке в каких-то вот покоях да вот вы зажигаете свечи они очень создают настроение у них бесподобные отдушки они очень хорошо пахнут эрнесто просто можно брать закрытыми глазами и наслаждаться попробуйте попробуйте и вообще очень красивые магазины если вдруг будет возможность у вас посетить вот не проходите мимо обязательно зайдите там у них всегда очень красивый интерьер а двойка это такая классная история все вам расскажу я ее помню но еще сейчас освежу память это копченые копченые пачули мне всегда казалось а это не они а сейчас получается какая-то другая это двойку у меня или нет до двойка как будто бы вдруг опять закончилось место очень зеленый аромат свежий такой хвойный бесподобный вообще потрясающий срочно надо брать елочкой пахнет пахнет елочкой пахнет какими-то ягодами может быть черникой можжевельником ну просто вот какая-то узнаете прогулка в лесу после дождя это очень красиво чисто звонко ну прям душа все буду заканчивать потому что сейчас может опять сесть батарейка и закончится закончится память в моей камере надеюсь вам понравился такой обзор пишите что вы попробовали но пишите полезны ли такие обзоры вот такие вот прям вот много-много разных пробников понравилось вам или нет все чао с вами была аленка блок пока